Вот одна из последних разработок костюм «Барьер-инсекта» защищен несколькими патентами – спецпошив, спецпропитка, микрокапсулированными составами. Компания дважды выигрывала гранты Фонда содействия инновациям. Над защитным эффектом работали вместе с ивановскими учеными. Эта технология разработана на основе капсулированных веществ, то есть это совершенно новое направление в текстильной химии, когда мы функциональное вещество капсулируем в оболочку и контролируем скорость его выделения. То есть эти костюмы, они у нас с пролонгированным выделением окорицидно-репеллентных веществ. Костюм предназначен для геологов, нефтяников, специалистов, работающих в лесах с засилием клещей. Полевые испытания показали – эффективность защиты 98%. Вещество из капсул выделяется в течение месяца, выдерживает примерно 10 стирок. Сейчас здесь работают над тем, чтобы закрепить эффект. Однако продукция с инновационной пропиткой – лишь небольшая часть изделий. Основа подушки, сидушки, валики с лузгой гречихи пользуются высоким спросом. Машину для набивки этим наполнителем разработали сами. Все придумываем сами, потому что очень много продукции мы патентуем, чтобы, допустим, та же сидушка с лузгой гречихи, она у нас запатентована, чтобы никто другой ее не производил. Все начиналось в середине 90-х с небольшого, нового для России производства носков с противогрибковыми и антимикробными свойствами. Сейчас это группа компаний «Специальный текстиль». В 2017 году растущее предприятие выкупило часть полуразрушенной шуйско-тезинской фабрики. Запустили свою газовую котельную. Продолжают отстраивать цеха, закупать современное оборудование. Именно новое оборудование буквально 2-3 года стали. До этого, так скажем, мы восстанавливали цеха, куда это все завозить. А буквально 2 года мы прямо шагнули вперед. И показатели по выпуску продукции, допустим, в 2023 году мы выпустили более 200 тысяч единиц уже продукции разнообразные. Подушки, сидушки, там, валики. Директор говорит, что со строительством и закупкой оборудования выручают льготные кредиты. Это одна из мер поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели, вкладывающиеся в развитие. Некоторые компании и группы пользуются сниженной налоговой ставкой. И эта возможность осталась. Мы продлили на 2024-2025 года это льготное налогообложение для предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе. Данные меры поддержки могут воспользоваться не только малые предприятия, но и средние. Узнать обо всех мерах поддержки, получить юридическую консультацию, помощь в подборе земли или помещения предприниматели региона могут в центре «Мой бизнес». Помогает он и с продвижением продукции. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».